Всем хеллоу, с вами Санчоус, и б***ь, в интересное время живём. Настолько, что я предпринял одно неординарное решение. С Саблиным, честно говоря, не особенно-то и позитивненько получилось. Четыре видика подряд какал изо рта и матерился. Никогда мне ещё не приходилось столько цензурировать. А по-настоящему доброе прохождение будет за томских гномиков. Всяких больных ублюдков хватает и так. В общем, когда с Совком всё совсем хреново стало, Бухаред решил на время передать. Среднюю Сибирь под управление всяких там вшивых интеллигентишек. Во главе с Пастернаком. Говно была идея. В общем, все, кто мог, от лежбища позитивных гномиков откололись. Под контролем вумников остался только непосредственно гномск. Ну и совсем уж какие-то к*** меня дикие. В которых просто откалываться некому. И вот на сиих райских кущах, интеллигентишки решили устроить свой идиллический мирок. С демократией, многопартийностью, правами для всяких меньшинств и прочим никак не относящимся к реальности дебилизмам. Получается, честно говоря, у них как-то ху**ленько. Ох, ебать. Ну и что это за ху**ня? Давно уже не было настолько вы**бистых панелей управления космолётом. Ну и пиз**ец. Ладно, ху** с ним. По пути разберусь. Ну или нет? Как получится? О, и ещё какая-то тряхамуть. Е***ный рот этих гномиков. Вы кто такие, чтобы сразу две панели космолёта делать? Предположим, что я этого просто не видел. Вау! Разрабы ТНО всё-таки смогли прочитать что-то кроме 1984. И решили повы*****ваться этим. Иначе я не понимаю, зачем они всовывают отсылки на Булгакова-Пастернаку. Будто у него своих книжек не хватает. Ааа, как обычно это происходит у добрых демократических гномиков. Никакая у них не демократия. Причём, естественно, по воле народа. Всем. Миллиону с четвертью человек, в принципе, по кайфу и так. Что ими правит какой-то писака, который ещё и не делает нихрена. Тупо в своём президентском дворце хикуют днями. Неудивительно тогда, почему вся Средняя Сибирь находится в такой жопе. Жрать дома нечего. Но вот зато позитивных политотных срачей можно сколько угодно развести. Хоть какое-то развлекалово. Спорят они в основном на тему, кто из добрых гномиков самый добрый. Вот, например, Шостакович. Тот ещё гном. Представитель гуманистов. Это типа один из салонов местных. Вы***вые гномики так политические партии называют. Чтобы сразу было понятно, что здесь собрались не какие-то селюки необразованные, а народ типа высокой культуры. Ещё имеются модернисты, бастельбляры, декабристы и прочие сибирские анонисты. Бл***, ну и п***ц здесь, конечно, с интерфейсом. Каждый из них позитивные гномики, и каждый позитивный по-своему. Кто-то поехал кукухой на почве науки, нынешние декабристы, либеральные, блин, консерваторы. Этому моду определённо не хватает анаркофашистов. Больше по природе, цветочкам и прочим там берёзкам. Остальные додики тоже достаточно весёленькие и неадекватные. Кроме бастельяров они нахуй никому не нужны. Конкретно я буду за гуманоидов играть. Это прям самые добрые среди добрячков. От них бы даже сладкий бойчик саблин подавился слащавой слюной. Интересно, что при этом их лидер Шостакович с совсем непозитивным тухачиком ведёт любовную переписку. У них между собой уже давно бурные отношения развиваются. Лякс-то какой Михайский красивый значок идеологии. Хоть зачем-то эта хрень оказалась нужна. Погодите-ка, это то, о чём я думаю? У нас в гномских камов сидит. А не значит ли это что? Диаир-то, лётики. Хотя, с другой стороны, они теперь и у бурятского фембоя есть. Надеюсь, у гномичан они хотя бы работать будут. Ох, юб, ты походу, мне всё-таки придётся разбираться с этой системой салонов. Какие-то, блядь, верхние палаты, какие-то, блядь, нижние палаты. Пропаганда против гуманизма. Подобная всякая фиговина. У меня на всякое полезное дерьмо по итогу ппшки не хватает. Всё на всратые салоны гробится. Надо же мне было самых чмошных гномов выбрать. Сука, ведь на мозги давит. Потому что думац приходится. Зато хотя бы со временем становится понимабельней. Совсем чутка на полшишечки. Сука, контурные карты в контурных картах. Вот уж чего действительно не хватало. Не будь бы я в этот раз настолько нацелен на позитив. Уже обшизанулся и убился бобстол. Без возможности возвращения здравости рассудка. Ой, похоже, томская недодемократия задолбалась быт-нету и хочет стать просто демократией. Гномы ну просто самое лучшее время для выборов нашли. Пока в ближнем зарубежье готовит свою орду кемеровский псих. Кстати, не, со столицей Шиза всей Руси все ок. Или нет? Ну, 2 миллиарда это хотя бы не 39. Похоже, в этот раз обойдемся без среднесибирского экономического п... Та, вот оно доказательство того, что демократия убивает. По крайней мере, Пастернака. Организм отказался работать во время введения первых реформ. Половой гигант мысли, отец томской недодемократии, покинул нас. А значит, пора искать ему замену попозитивней. Не понял. Какое еще в жопу 22 декабря? Апрель на дворе долбобебы. Какие ж ваши гномики недалекие. Интересный, конечно, у шесточа... Шестака? Шестая? Шутая? И ладно, пусть будет шестагномичем. Короче, у него достаточно интересный способ предвыборной агитации. Чаек с избирателями пьют. Ну, хотя бы няшиться под пледиком за голоса не пришлось. И это работает и даже эффективно. Все-таки нужные гномики успешнее всех сейчас рвутся к власти. Ну, если тут это через популярность работает. Какие ж банутые эти салончики. Вау, вот это я над мозг. Все-таки умудрился нужного добрячка к власти привести. Ммм, таки походу кто-то нашутил Гоев. Теки Чистакович. И мой еще Вайнберг. Ефтер. Я, конечно, никого ни в чем не обвиняю. Но что-то как-то слишком явно влиянием Сиона попахивает. Ну, хотя бы в отличие от того же Саблиноида. В правительстве хотя бы не сплошняком на тьме мы сидят. Погодите-ка. У моих демократов действительно выборы будут? А, честно говоря, как-то неожиданно. Ну, прям типа настоящие. Ладно, в 66-м узнаем. Теакс, че там по новым томскбойским фокусикам? Знаете? А ведь Саблин, оказывается, не самый позитивный бойчик был. Так много прав он точно не раздавал. Шестак-добич гораздо более продуктивный добряк. Он с самого начала занимается тем, до чего Саблин только в самом конце допер. Самый сладкий мальчик-то, ну, больше не самый сладкий. Какая-то у нашего Димочки не сильно добренькая первая речь. Не, я-то, конечно, понимаю, со среднесибирской шизой разбираться надо. Но там права человека и демократия, вот это все. Хотя, в принципе, приоритеты расставлены правильно. Если Гномск захватит поехавший кемеровский алкаш, с добрым позитивом тоже нихрена не получится. Базовые плюхи быдлу будем раздавать прямо сейчас. Хм, Гномик тоже не так уж и плох. В экономическом смысле. Совсем уж без грошей сидеть не придется. Может быть, получится решить проблему с тем, что моя Гномская Республика даже при минимальных тратах, блин, убыточна. Что, кстати, в принципе, неудивительно. Страшно себе представить, сколько бабла должно уходить на все кружки по интересам интеллигентных, добрых, зажравшихся жоп. Ну вот тогда сразу и начнем с наработки лишних бабосов. И плюс еще работяг подуспокоим. А то знаю я этих люмпенов. Даже шизоцаря иногда способны загрызть. А почему рот в инфляции? И ее чуть ли не в каждом фокусе увеличивают. Ну ничего, справимся как-нибудь. Наверное. Ой. Хотелось бы посмотреть в глазенки тому опоссуму, который делал местную экономическую систему. Так до сих пор и непонятно никуда. И если бы не экономическое чудо в Кемерово, вряд ли бы засабленное всяких экономических проблемок, смог бы избежать. Блин, кто у меня электричество ворует? Там было восемь, я помню. Об смысле, а чё? Сука, верните, мне не хватает. Какой-то такой ко мне хлыщ присосался. Теперь придется совковые станции реанимировать. Будто мне и без этого не на что ППшку тратить. Блин. Как-то оказывается не особо выгодно людишкам права выдавать. Эта максимальная эффективность мне бы точно понадобилась. Ну ничего. Где-то прибудет, где-то убудет. Зато мы с помощью сибирского плана из рабочих все соки выжмем. Нефтически сбалансированный геймплей. Ладно, чем-то более-менее сомнительно полезным занялись. Можно и сибирскую демократию разбивать. С уменьшением эффективности права голоса. Чё-то это как-то немного непозитивненько звучит. Чё-то в этот раз рюрщик какой-то с икушей попался. Я на него два раза бычил, и он меня два раза за это уважает. Молодец какой алкашек. Без его щедрых подгонщиков, я был бы гораздо ближе к экономическому кризису. Во, пошло добро. И причём практически забесплатно. За редким исключением. Ещё вот эта вот стоимость политической власти на душу населения. И там плюс много красных циферок меня слегка напрягает. Ну понадеемся, что это что-то не сильно важное. А чё, позитива на родишку типа дали? Можно и теперь его на объединение региона отправлять. Ну да. Не забесплатно же такие плюхи выдавать. Нам нужны силы для агномизирования других городов и сёл. Хм, ну как созвучно сагонизировать. Ну и где? Фокусы на объединение. Я что, реально в глаза долблюсь что ли? А, их политические решения засунули. Кому-то похоже было лень дополнительные фокусные ветки пилить. Начнём, пожалуй, с уничтожения главного зла. Ебнуться сколько у кемеровчан уже рекрутов есть. Лучше эту угрозу в утробе задушить. Побыстрее закончим с кемеровским алкогольным угаром. Ах вы крысы ебаные. Вот только хотел сказать, что меня может по-хрисячески кто-то в спину ударить. Зря я новые дивизии не делал. И этим решили воспользоваться вторые по позитивности во всём регионе анархичные гномики. Нашли же момент такой хороший. Хотя, отчасти это я дебил. Боялся парочкой дивизий полностью похерить экономику. Оно бы, конечно, примерно так и произошло. Но я хотя бы был бы готов к пинкам чёрноармейцев. Ладно, чё-нибудь придумаем. По крайней мере, пока они по таёжным гулять будут, полгода ещё пройдёт. На всякие бакты мне, в принципе, насрать, пусть забирают. Всё равно от них пользы нет. Ох ты ж, блядь. Не успел. Кемерская алкозло успела пробудиться. Да, всё оказалось слегка сложнее, чем мне казалось. Нет, тут переигрывать надо. А то какой-то жуткий долбёж в соплю получается. Он ещё и боевых старорусских фемок мобилизует. Короче, без вариантов. В этот раз попробую для начала с Новосибирском разобраться. Он как бы слабее или как бы нет. Но хотя бы там фронт, это не сопля узкая. О, так он ещё и на горцев староверов напал. Молодец какой. Ну и почему я сразу на него не напал? Люблю я себе жизнь осложнить. Как же всё просто оказывается, если не быть конченым долбобебом. А теперь можно и анархических выберутышей наказать. И недееспособных. Какие-то они уж совсем ни о чём ушной оказались. При том, что дивизии у них хоть попой кушай, как-то они не особо хотят их на фронт вести. А, так они уже все пиешки успели прошутить. Ну тогда понятно, почему у них дивизии уже полупустые. Хотя до этого они даже не воевали ни с кем. Э, опять у меня кто-то электрисити спи***л. Раньше-то хотя бы совесть была по эти нички тырили. Но, сука, не всё же практически. А, ясно. Выстроили в Новосибирске мегаполис ёбаный. Отключу-ка я им, пожалуй, ток. Мне нужнее будет. Да и чё-то не хочется быть бомжиком, как анархисты. По итогу камских гномиков вместе с Василевским попилили. Вообще, чтобы дать им пиды, целая очередь выстроилась. Рюрчик тоже хотел, но не успел. Кстати, на него следующего и нападём. Только передохнём ещё чутка. Бадлоте ещё больше прав понадаём. Чтобы они могли свободно творить. Другие там всякие добропозитивные фокусики попрожимаем. Остатки анархистов перебьём. Потому что все добрячки, конечно, равны. Но некоторые ровнее. Да и нехер было против нас восставать. И после всего этого можно, в принципе, алкаша добивать. Как же Василевский люто тайминги ловит. Чел молодец, сам первый на Кемерово напал. Ну тогда, собственно, говорить даже не о чем. Вот бы всегда войны с Рюрчиком такие простецкие были. Остался только Василевский со своими ртолётиками. И староверы. То есть достойных противников больше нема. Ну, наконец-то. Хоть кто-то догадался посадить психа в психушку. Ну, действительно, не садись же поехавшего дурачка Рюрчика в тюрягу. Пусть лучше строят древнерусское шизоцарство в отделении для буйных. Может, даже протрезвеет наконец-то. Ну, а раз уж главная проблема Центральной Сибири решена, можно на этом, в принципе, и заканчивать. Объединим регион уже в следующий раз. А ну, а пока... Пока... Пока!